Чувство, что все пройдут через все преграды. На сцене Воронежской филармонии показали премьеру музыкальной фантасмагории Арфей и Евредика «Песнь любви». Зрители увидели абсолютно новое прочтение древнегреческого мифа. Что из этого получилось и какой интерактив подготовили для посетителей в фойе перед началом постановки, узнала Мария Сивак. В этот вечер буквально вся Воронежская филармония переместилась в Грецию. Зрители едят виноград, слушают арфу и даже танцуют с сертаки. Артисты театра оперы и балета с радостью приняли приглашение в филармонии провести необычный мастер-класс. Танец с сертаки ошибочно считают греческим национальным фольклором, но на самом деле он был поставлен к фильму «Грек Зорба» греческим композитором в 1964 году. И после премьеры фильма он настолько всем понравился, что его повсеместно начали считать как будто национальным греческим танцем. Всего несколько минут и почти все зрители закружились в танце. Эмоции непередаваемы. Оно и видно невооруженным глазом. Улыбки еще долго не сходят с лиц. Я просто в Греции была, тоже пробовала там танцевать в сертаке. Я когда услышала, что сейчас в сертаке будут танцевать, то я говорю, пойдем, пойдем. Говорю, пойдем, пойдем. Здесь-то на родной земле. Лучшего международного дня музыки еще не было. Филармония молодец. Филармония рулит. Танцы и пение, прям действительно, прям вот как-то додрожив сердце было такое, что действительно в этой эпохе мы оказались. Как будто мы на мгновение стали какими-то греческими богинями. И это только начало. Впереди просмотр постановки «Орфей и Эвредика» с абсолютно новым прочтением древнегреческого мифа. По задумке режиссера, главные герои живут в 21 веке, поэтому никаких венков, длинных плащей и сандалий. Чем проще диалоги и чем больше они приближены к реальности, тем лучше. В самом начале, когда раздали сценарий, текст, был какой-то слом в голове, потому что, ну, вроде это греческий миф, ты сразу представляешь себя какой-то греческой богиней, а тут вдруг нет, ты обычная современная девчонка, ты должна говорить современным языком, вести себя просто, не держаться как-то особенно. Да, пришлось немножко сломаться, но когда режиссер донес нам свою мысль, основную мысль, тогда уже стало просто. Я очень хочу, чтобы молодежь интересовалась искусством, и мне кажется, что если говорить современным языком с ними, да, о каких-то более сложных вещах и внедрять туда сложную музыку в том числе, то это будет более понятно молодежи и больше заинтересует. А музыка здесь как отдельный герой. Она такая же разная, как и артисты постановки, поэтому режиссер решила разбавить репертуар древнегреческих композиций современными. Например, актеры исполнили кавер на песню Леонида Агутина. Ты будешь всегда со мной, я не могу понять, как это все сказать. И следом на сцене играют саундтреки из известных фильмов и сериалов в исполнении камерного ансамбля «Эндчембер» малого состава Воронежского академического симфонического оркестра. Постановка необычна еще и тем, что в качестве актеров задействовали даже самих музыкантов. Участвовали в спектакле в качестве массовки. Мы были задействованы в сцене свадьбы. Мы открывали, собственно, некоторые наши актеры даже в начале спектакля имели реплики свои. Поэтому для нас это первый новый опыт. Надеюсь, что все хорошо получилось. Концовку древнегреческого мифа режиссер сознательно переделала. Так что вместо трагического финала «Эвредики» и возвращения девушки в царство мертвых зрители увидели настоящий хэппи-энд – торжество любви и музыки.